Бавария принимает Айнтрахт-Франкфурт. Сегодня в это трудно поверить, но именно первый матч, матч первого круга между Баварией и Айнтрахтом был некой отправной точкой для Баварии для изменений. Бавария проверяла 1-5. Если мы будем исходить из этого результата, то, конечно, можно сказать, что у Айнтрахта есть шансы во втором круге, может быть, не повторить результат, но как минимум свести матч в ничью. Но если мы увидим и посмотрим те перемены, которые произошли в Баварии с этого момента, то, конечно же, перемены очень такие значимые, разительные. В матче с Айнтрахтом был удален Жером Буатенг. После этого матча Николкович лишился своего поста, пришел Ханзи Флик. И при том же Флик, опять же, Буатенг совсем по-другому заиграл, Мюллер совсем по-другому заиграл. И вообще команда преобразовалась. Поэтому сейчас в этом мире, допустим, Каутиньо, тоже такой очень интересный игрок, техничный. Мог бы тоже привести в команду такую некую изюминку. Но я думаю, что Баварии без Каутиньо, без Толиса, они могут сыграть интересный кративный футбол. В последнем матче с Унионом мы увидели такую прагматичную игру. Игра была на результат. В Ливандовске забил пенальти. До этого у Мюллера, в принципе, была возможность забить гол. Он забил, но не засчитали. Баварий играл в прагматичный футбол. С Айнтрахтом, я думаю, что немножко будет сейчас понарастающий, поскольку все-таки следующий соперник Дортмунд. И времени на раскачку больше не будет. Поэтому Айнтрахт все-таки уровень повыше, чем Унион. И Баварии придется больше попотеть, чем в матче с Унионом. Сейчас мы видим, что продлили контракты Нойер, защитник Дэвис, который играет сейчас на левом краю. И мы видим, что, в принципе, уже Баварцы готовятся к окончанию сезона. И к следующим сезонам они заключают контракты с ведущими игроками. И будут, я думаю, некие потом еще замены по ходу межсезонья. Заней, возможно, усилит атакующую мощь. Гнабли, кстати, в первом матче тоже с Унионом сыграл пока не очень ярко. Мюллер старался. Коман очень неплохо вошел в игру. В чем преимущество Баварии в этой ситуации еще, в коронавирусной? Поскольку у команд есть возможность выпускать пять новых игроков, делать пять замен, то, соответственно, конечно, в Баварии огромное преимущество перед другими командами. Потому что если на замену выходит игрок сборной Франции, или чемпион мира, или игрок сборной Германии, в Баварии, в принципе, вся скамейка довольно маститая на данном этапе. И, конечно, это огромное преимущество. Когда они еще выходят свежие во втором тайме, то, конечно же, у Баварии, как минимум, перед такими командами, как Унион и Айтрахт, огромное преимущество именно во втором тайме. Потому что выходят свежие силы, мирового уровня. И здесь, конечно же, силы несколько неравные. Если мы берем ситуацию до этого, когда было только, возможно, три замены и пять замен, то эти пять замен, конечно, пошли, Баварии, в огромное преимущество.